Обсудили мироподдержки участникам СВО и членам их семей. В Самарской губернской думе прошло расширенное заседание общественного и консультационного советов по вопросам прав и свобод человека при уполномоченном по правам человека в Самарской области. Участие в заседании приняли представители уполномоченных органов, в ведении которых находится решение вопросов повестки. Сам вопрос, который мы сегодня рассматриваем, он требует консолидации всех абсолютно структур власти, независимо от формы собственности, федеральной, региональной, муниципальной. И мы должны сегодня подвести итоги той деятельности, которая проводится на территории Самарской области, поднять те вопросы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной деятельности и сталкиваться с этим военнослужащие и члены семьи, и также предложить пути решения о создавшейся ситуации. В регионе особое внимание уделяют решению социальных вопросов военнослужащих и их семей, бытовых проблем, медицинскому обеспечению, реабилитации военнослужащих, а также образованию как детей военнослужащих, так и самих ветеранов СВО. Реализуется проект «Школа героев». За 10 месяцев этого года к уполномоченному поступило почти 4,5 тысячи обращений, 20% из них по вопросам реализации прав участников СВО и их семей. Напомним, что поддержку вернувшимся с СВО самарцем оказывает филиал фонда «Защитники Отечества», который в июне 2023 года открыли в областной столице. В его штате трудятся в том числе социальные координаторы, которые 24 на 7 принимают обращения по всем вопросам. На территории фонда работает на постоянной основе и военный комиссариат, центр занятости, представители профильных министерств, нотариус, адвокаты. Оказывается содействие по оказанию мер поддержки в режиме единого окна. «Если к нам приходят ветераны или их семьи, то сразу же все подключаются, все ведомства и оказывается необходимая услуга. На сегодняшний день у нас получено 24 тысячи обращений. 92% обращений в принципе решены, остальные находятся в стадии решения». В регионе также действует система социальных паспортов. Она позволяет отслеживать данные о потребностях семей военнослужащих. «У нас таких социальных паспортов на участников СВО 17 114. И также там есть разделы членов семей, а также кого он решит отобразить. Там не обязательно кровные родственники, есть и те, которые близкие он считает нужным. Таких у нас 47 579 членов семей». Напомним, лица, заключившие контракт, суммарно получают единовременную выплату 2 миллиона рублей. По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева эта сумма была увеличена. Всего за первый год службы военнослужащий по контракту получит 4,5 миллиона рублей. Андрей Бессонов, Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.